Вот раньше люди как делали? Ну, те, которые деньги зарабатывали. Зарабатываешь ты определенную сумму, часть потратила на себя, а какая-то там осталась. И что с ней делать? Все очень просто. Раньше проблем с этим не было. Под подушку прячешь, ну там либо в сундук, и все, и ждешь, когда они тебе пригодятся. Но тут есть одна проблема. Со временем эти деньги могли обесцениться. Скажем, те, кто откладывал советские рубли в конце 80-х, в начале 90-х, в конечном итоге пришли к тому, что деньги просто обесценились. Ну, то есть были большие сбережения, а потом эти сбережения превратились в ничто. Ну да, был у нас славный период такой в истории. Я, кстати, его в детстве застал. Там так получилось, что мои родители собирались в этот период купить машину. И они как раз собрали деньги, купили эту машину, и буквально через несколько дней эти деньги, на которые купили эту машину, превратились просто в фантики. В общем, нам с этим повезло. Но сейчас, конечно, вряд ли такая ситуация произойдет, но деньги тоже где-то надо хранить, и хранить так, чтобы они хоть и не в фантики превратились, но сильно не обесценились. Вот об этом сегодня и поговорим. Айд Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Собственно, самая большая проблема денег, которые лежат без дела, в том, что они медленно, но верно обесцениваются. Виной тому инфляция. И, скажем, зарабатываете вы какую-то сумму в месяц, рассчитываете, что через столько-то, столько-то месяцев у вас будет вот столько-то, вот столько денег, ну довольно много, и эти деньги вы сможете потратить на такую-то покупку. Но когда накапливаете определенную сумму, оказывается, что денег-то не хватает, как раз потому, что деньги немного обесценились. И поэтому сегодня для решения таких проблем есть свои инструменты. Одним из них считаются вклады. И я когда начал зарабатывать и откладывать, то решил, что да, надо куда-то положить деньги, чтобы какой-то процент с этого шел. И у меня деньги лежали на Сбере, но это не реклама Сбера, скажем, наоборот, походу вы поймете почему. Так вот, у меня деньги на Сбере, и я такой думаю, нужно сделать вклад. Для этого есть накопительный счет, который там приносит какой-то определенный годовой процент. Я, собственно, так и сделал. Взял все свои сбережения и положил на это накопительный счет. Вернее, сберегательный счет. И плюсы этого сберегательного счета, на который я положил, то, что я могу в любой момент снимать, докладывать. Но процентная ставка оказалась 1,3. Причем это с определенной суммы. Если сумма меньше, чем у меня, там еще меньше процент, но тем не менее, 1,3. Для долларов это еще ниже, там 0,01, что вообще не представляет никакой ценности. Но из плюсов данного счета можно отметить еще и то, что проценты начисляются каждый месяц. Процентная ставка может быть, конечно, и больше. Если у вас больше, чем 700 тысяч и до 2 миллионов, то она будет 1,5%. Если свыше 2 миллионов, то процентная ставка будет 1,8%. Что все равно крайне мало, и держать деньги на сберегательном счете нет никакого смысла. Потому что от сберегательного счета здесь одно название. Все дело в том, что инфляция составляет у нас в России где-то 6,7%. То есть ваши 1,5% никак не покрывают эту инфляцию. Округлим цифры, 6,5 минус 1,5 получится 5%. То есть вы теряете со скоростью 5% в год. Из этого следует, как я уже сказал, что от сберегательного счета одно название. Убыточный счет. Но у того же Сбера во вкладке вклада и счета есть другие программы. Всякие там накопительные счета, которые по аналогии с сберегательным счетом будут хотя бы неубыточными, либо не такими сильно убыточными. В основном это конечно 3%, но есть вклады, где доход примерно соответствует инфляции. Один из них вот последний 6,5%. И вроде кажется, что все нормально. Положить деньги, они у тебя никуда не денутся. То есть 6,5% это уже можно прям назвать сберегательным счетом. Сколько положил, столько и осталось. С учетом инфляции. Но дело тут в другом. Есть у вас определенная сумма. Кладете вы ее и 6,5% это у нас на 3 года. То есть 3 года придется ждать. И снимать эти деньги будет нельзя. И получить этот доход можно будет только в конце. То есть по прошествии 3 лет вы как раз эти проценты и снимете. А что если вам понадобятся эти деньги срочно? А что если вы захотите вложить в какое-то другое предприятие? В какую-то другую идею? А вот ничего не будет, ничего вы не получите. Суть в чем? Что вы можете положить эти деньги, что они у вас никуда не денутся. Ну и брать вы их не можете. Вы просто на 3 года, скажем так, закопали клад в огороде. Спрятали его и вернулись через 3 года. Выкопали и та же самая сумма. Ну это такая пиратская аналогия. Есть ли в этом смысл? Наверное никакого смысла. Ну если только вы уверены в том, что не собираетесь точно 100% эти деньги никуда тратить. И они у вас будут лежать. Тогда да. Ну не знаю, скажем, улетаете в космос на 3 года. Зачем вам в космосе деньги? В остальных случаях лучше придумать что-нибудь другое. Лучше куда-нибудь инвестировать деньги. Куда? Я вот сам пока не знаю. Но тем не менее, из того, что я посмотрел вот эти сберегательные счета, вклады, в них особо никакого смысла нет. Скорее нужно смотреть на инвестирование. В целом же я не думаю, что ситуация с другими банками кардинально отличается. То есть в какой бы банк вы ни пошли, вклады вот эти вот, они вроде как начисляют небольшой процент, но в этом проценте нет смысла, потому что инфляция все съедает. Ну а уж говорить о том, что вклады будут приносить какой-то вообще доход, об этом говорить не приходится. Насколько я понимаю, говорить о том, что какой-то пассивный и стабильный доход не приходится даже в случае с инвестициями. Об этом мы еще потом поговорим. Ну и как конечный вывод хочу резюмировать. Хранить деньги на сберегательных счетах, на тех же накопительных счетах, на мой субъективный взгляд, не имеет смысла ни в случае со Сбербанком, ни в случае с другими какими-то другими банками. Просто потому, что в случае со сберегательными счетами процент слишком низкий, и его все равно полностью поглотит инфляция. Ну если вы пока думаете, можно туда конечно положить, как это сделал я. В случае с накопительными счетами, наверное, вообще никакого смысла, потому что там нельзя снимать эти деньги, и они у вас несколько лет просто будут лежать. Причем 6,5% это просто идеальная ситуация. Обычно процент намного ниже, и деньги вы не можете снимать. Ну да, там в некоторых программах вам эти проценты начисляются на другую карточку, но тем не менее деньги снять нельзя, и соответственно использовать тоже нельзя. Так что это стратегия для очень уж пассивных людей. При этом у таких накопительных и сберегательных счетов все же есть плюсы, причем существенные плюсы. Первый плюс это то, что деньги, которые у вас там временно не используются, лежат на карточке, вы их перевели на накопительный и сберегательный счет, и они у вас теперь защищены от карточных мошенников. То есть не будет такого, что кто-то узнал там ваш пин-код, ЦВЦ-код, номер карты, и все, исписал все деньги. Деньги защищены в этом плане. Я если честно, когда у меня появились первые более-менее крупные деньги на карте, я подумал, что хорошо бы их как-то защитить. Пусть они там не прям огромные, но будет обидно, если их бах и в один момент спишут. Ну, наверное, многие слышали истории про то, как просыпаешься, а на карте ничего нет. Вот, я не хотел так, поэтому перевел на сберегательный счет. Это первый момент. Второй момент. На сберегательном счете и на некоторых депозитах деньги на сумму до 1 миллиона 400 тысяч застрахованы. То есть в случае чего, если все прогорит, если банк обанкротится, вам сумму до 1,4 вернут. Хотя в случае со Сбербанком, скажем, чтобы он обанкротился, это должно произойти что-то из ряда вон выходящее прям. Ну, тем не менее, может быть у вас сумма в других банках, и поэтому эта функция будет не лишней. Вообще же, такими счетами чаще всего пользуются новички, в накоплениях, у которых нет достаточно большой суммы для вклада. Это могут быть люди, которые откладывают какую-то часть зарплаты, это могут быть вполне себе состоятельные люди. Многие каждый месяц снимают этот небольшой процент, как бы, и тратят, а основную часть оставляют вот на этом счете. Скажем, есть у человека на зарплатной карте миллион. Миллион опасно держать на такой карте. Он берет и переводит все на накопительный счет. Тем самым он защитил деньги от мошенников, получает какой-никакой доход, плюс еще каждый месяц проценты снимает. А на зарплатной карте у него осталось, ну, чисто вот для ежемесячного пользования. То есть там, скажем, 30 тысяч он оставил, ими попользовался, на следующий месяц, скажем, получил зарплату 100 тысяч, ну, образно 100 тысяч. 70 опять перевел на накопительный счет, 30 оставил, опять же, для того, чтобы месяц пользоваться. Довольно простая схема. Хотя в некоторых банках нужно внимательно читать условия, потому что они начисляют процент только на определенную сумму. Если вы превышаете эту сумму, то процентов там в 6,7, 6,5, там, в 3 даже процента вам не видать. Скажем, банк начисляет проценты на сумму не более, скажем, миллиона 100. Все, что свыше, будет по проценту 0,01. В общем, если хотите, можно вкладывать, но читайте внимательно условия, опять же. И вот в этих условиях может быть прописана главная опасность таких вот накопительных счетов. Суть в том, что банк может изменить условия, предварительно уведомив вас. Обычно это срок в 5-15 дней. И ставки по новым условиям могут меняться как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Банк просто предупреждает вас, что они изменились. В этом плане, конечно, депозиты лучше, потому что у них идет фиксированная ставка на весь срок размещения денег. Но там свои подводные камни. Вот, в общем, внимательно нужно читать договоры. Любые причем договоры, особенно касаемо денег. Вот, ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч, пока!